здравствуйте это гадание для овна гадание на июль 2023 года увы и ах невозможно поверить уже июль действительно уже половина года прошла карты в произвольном порядке я достаю самые разные колоды таро все у нас по-настоящему горькая правда или приятная но лесть все смешается но все будет все равно для вас откровение карт позадавайте скорее поторопитесь картам ваши вопросы чего вы ждете от этого наступающего нового но безусловно счастливого месяца почему говорю безусловно счастливого потому что уже с вами продвинутые осознанные люди да мы избегаем оценочных суждений мы не говорим хорошо плохо не говорим черное белое мы все встречаем и все приемлем и так овны в целом давайте поговорим сначала про вашу работу мне хотелось бы сегодня в крайней мере для вас для овнов разделить эти истории работа любовь может быть сначала вот такая классика таро про работу расскажет сконцентрируйтесь подумайте что вы хотите знать про вашу работу хотите вы ее поменять или найти уже наконец а может просто бросить и отправиться в кругосветное путешествие это лучше всего по крайней мере я рекомендую этот вариант так овны и работа соответственно заработки тоже сюда относится но только отчасти да так очень рабочие время представьте июль казалось бы нужно отдыхать и уходить в отпуск в любой но карты вам выпадают очень очень активный то есть это действительно работа работа предложение о работе место для подвигов каких-то профессиональных возможно и какой-то шанс получиться научиться прямо знаете не без отрыва от производства нара нарастить какие-то свои профессиональные навыки много поездок много общения карты фигурной то есть много много людей причастны к теме вашей работы могут быть новые люди те которых вы уже знаете на которых рассчитываете на которые поделаете ставку и в целом конечно карты очень огненные то есть соответствует мастью вашей стихии то есть вы будете вариться в своем собственном сок области чувствовать себя свои тарелки все как вы хотите каждый день какие-то непредсказуемые разговоры события каждый день все очень очень разные и нужно спешить и нужно очень стараться вот непосредственно денежных карт здесь не выпадает то есть так вот навскидку я вам не скажу от этих трудов праведных сколько будет денег да но в целом так такой набор карт неплохой для всего и тут можно предположить что чем волка ноги кормят то есть чем больше сделаете побегаете чем с большим количеством людей переговорить тем больше будет у вас денег но это очень вдохновляющий прогноз считается что вообще королева жезлов но это такая знаете как тайная правда до какой-то кусок из тайного учения таро что королева жезлов это самая главная карта которая вот новую работу обещает именно вот тот момент когда вы читаете свеженький такой хрустящий приказ о приеме на новую работу ну поэтому если ищете то вы можете вдохновиться далее какие карты я взяла ну вот может быть вот эти вот злые двусторонние карты 2 позиции до угадание на деньги потому что с деньгами но вы поняли заметили до последнее время у всех чудеса творятся поэтому прогнозы могут быть на деньги неоднозначно и так ваши деньги овны в июле раз три кстати опять колесница выпадает вот почему хорошо гадать на разных колодах да какие-то карты могут повторяться опять колесница выпадает на работу колесница на деньги колесница колесница обозначает победу и 3 в данном случае она пи карта это переворачивается и говорит о том что ну победа все равно будет только она откладывается во времени а вообще я вижу большую связь эмоции денег и эмоции и вот это я всегда говорю это повторяю и в общих гаданиях вы замечаете да и в частных тоже людей предупреждать ничто так не портит денежную финансовую бюджетную картину любого проекта и любого человека как эмоции которые вы сюда вот деньги не должны с эмоциям пересекаться всегда плохо если вы только этими эмоциями не зарабатывается ну например а артистка не работаете так вот и что мы здесь видим ведь и есть какой-то риск вот предаться чувством то есть слишком королева кубков перевернута это кстати напрасные траты то есть вы заработать можете очень очень даже много в это время это карты не обещают вам дефицит или какие-то скудные заработки но траты превосходят доходы то есть эмоциональные траты абсолютно напрасные знаете какие то вообще такие вот неоправданные траты про которые вы потом будете говорить где же были мои глаза зачем я это сделала что я сделала куда я делал сколько денег так далее то есть вообще с крупными кубками тем более с перевернутыми деньги просто утекают в песок поэтому здесь более совет не про заработки про сходы то есть следите все таки чтобы карманы не были такие да и сильно дырявы у вас перевернута колесница я сказала успех но знаете так и такие же победы на финансовой ниве да вот и в общем-то радости восторге вас ждут но с таким вот привкусом знаете это иногда победа которая почему-то не радует которая как кажется не в том месте или не не вовремя или не теми средствами досталось то есть какой-то какая-то ложечка дегтя есть но все равно это денежная карта крупная а десятка жезлов которые вот предыдущие три карты из той песни про работу как бы дополняла бы если была прямая она перевернулась и она все-таки говорит что ольга филимонова немножко забегая вперед сказала вам лишнего что не будет такой на самом деле прямой связи между вашими усилиями профессиональными и заработками то есть много усилий не окупятся и за них как бы не придут деньги но имейте ввиду задание только на месяц бывает такое время бывает такое время когда нужно поработать например на новой работе на новой должности или в новом бизнесе вы работаете как бы на будущее работаете на имя зарабатывать имя нарабатывайте базу клиентов например денег пока нет не так много но это не значит что надо меньше стараться наоборот надо стараться больше старинная какая-то китайская или японская не помню пословица ведь вы знаете гласит до что работает так как будто бы не хочешь за это денег овном вот такой вот очевидный совет достается она все неплохо неплохо конечно в общем это явно не кризис никакой денежный шло время про любовь поговорить как вы думаете ну давайте да вот испанская таро оказалась под рукой мои любимые карты мне кажется что они с такой художественной эстетической точки зрения какие-то абсолютно идеальные да кому еще так кажется нет нет красивее карт ну в таком доступном ассортименте хотя это все вкусовщина правда и так на любовь тоже задавайте ваш вопрос так про любовь раз два три крупные события как минимум одно крупное событие такое вот большое прям про которое вы долго будете помнить и в мемуарах напишите ту спинтакли дорога в новую жизнь то есть в этом июле овны вы получите через любовь через чувство через партнерство такой вот билетка в какую-то новую свою жизнь в новую реальность и это конечно хорошо было бы ну тут спинтакли понятно это брак новый дом новое знакомство новая любовь рождение ребенка новый выгодный брак не будем забывать тоже об этом то есть некую ценность что то такое большое и большие перемены счастливые на эту тему получите немножко это все сопровождается чем-то дурным влиянием чем-то дурным влиянием то есть плохие контактов эти интервенции вот эта восьмерочка то есть это например может быть брак или дорога в брак или подготовка к браку и там где присутствуют недоброжелатели например это бывает когда молодые люди хотят пожениться а родители против не разрешают что-то такое то есть преодолевать чужое дурное мнение какую-то критику какую-то несвободу от мнения других людей от давления какое-то преодолевать но это через тернии к звездам как говорится да то есть и это надо преодолеть все равно потому что такая заря новой жизни вас ждет новое знакомство до вполне себе возможно но и перевернутый мир наверное говорит нам о том стоп 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 не не думайте что что-то кончится из-за вот этой вот плохой восьмерки из-за того что из-за недоброжелателей или из-за соперничество или за чей-то злоба из-за чего-то защиты зависти даже не думайте что все что все закончится в общем ваше любовное отношение если есть уже любовная история то она продолжается достаточно благополучно ну кому-то мешает засть это засть от глазки кому-то вот а продолжается достаточно гармонично вашего особого выбора не вижу какой-то особой ответственности вашей я не вижу такой чтобы вам какие-то советы раздавать врагам нужно противостоять с ними нужно бороться и в общем посмелее с ними как-то обращаться но возможности большие в любви именно возможности вселенная одаривает судьба одаривает туз шанс такое большое не вот и не пропустите и одну карту для овна из колоды гигантской кровли давайте достанем общий совет или общая картина общая температура месяца как а какая она может быть ой но перемены перемены вы готовы дважды колесница вам попал поэтому понятно что в работе в деньгах у вас очень сильно все поменяется источники дохода источники расхода может быть ваши взгляды и ваше настроение относительно денег но имейте виду что это перемена там так же как на колеснице работает фатум в этой колеснице не управляется точно также шестерка мечей описывает перемены не по вашему плану и говорит что месяц окажется и с дорогами тоже почему-то дороги в которые вы не собирались дороги в которые вас буквально выталкивает судьба но все равно нужно ехать плыть лететь и на все соглашаться потому что месяц роковой в чем-то для вас и чем вы послушнее року чем вы благодарнее вот эти перемены судьбы принимаете тем конечно для вас лучше спасибо